Восточный Восточной технике или институт Джулия Верна, так это предприятие называл его первый главный инженер-изобретатель, а впоследствии писатель-фантаст Александр Казанцев. Здесь, в этом институте, воплощались в жизнь самые смелые проекты покорения космоса. Сегодня в НИЭМ в числе лидеров космической отрасли. На орбите успешно работают построенные здесь метеоспутники серии «Метеор» — аппараты дистанционного зондирования Земли «Конопус». В этих цехах создавался и первый университетский спутник «Татьяна». Сейчас завершается испытание другого аппарата МГУ — Михайло Ломоносов. Научный космический аппарат «Михайло Ломоносов» создается в цехах в НИЭМ, Москва. Масса аппарата — 625 килограммов. Рабочая орбита — гелиосинхронная. Срок планируемой эксплуатации — 3 года. Здесь находится служебная платформа космического аппарата «Михайло Ломоносов». Представляет из себя негерметичный корпус. Основной разработчик научной программы Ломоносова — НИИ ядерной физики МГУ. Приборы, созданные его студентами и преподавателями, работали еще на втором искусственном спутнике Земли в ноябре 1957-го. И вот с тех пор непрерывно Московский университет и наш институт участвуют в космической программе. Основное направление деятельности нашего института — это радиационная опасность, радиация в околоземном пространстве, радиация в межпланетной среде. Ломоносов делают на универсальной платформе спутника «Конопус». Гордость и внеема. Конструкция, служебная нагрузка, служебные приборы — они такие же, как на «Конопусах». Схема — это аппараты, построенные по лего-технологии, так можно так сказать. Если поставить оптические камеры, то это будет аппарат дистанционного зондирования Земли. Если поставить нагрузку, то научные приборы, то будет аппарат в интересах науки. Университетский спутник состоит из двух блоков — служебного и научного. Сейчас специалисты внеема проверяют взаимодействие научной аппаратуры и главного компьютера, куда будет стекаться вся информация с приборов, обрабатываться и сбрасываться на Землю. Испытание — это важная вещь в технологическом процессе изготовления космического аппарата, любого аппарата, поскольку космос ошибок не прощает. То есть все системы и взаимодействие между системами должны происходить без каких-либо сбоев. На орбите Ломоносов станет изучать так называемую экстремальную Вселенную — природу мощнейших явлений, объяснить которые ученые пока не в силах, как, например, потоки высокоэнергетических частиц. Вот этот прибор и зеркало в виде цветка — самое ценное в научной начинке космического аппарата. В форме некого цветка это и есть треккинговое устройство, основной прибор, который служит для исследования этих вспышек, и вообще они засекают эти вспышки. Так называемые гамма-всплески во Вселенной. До сих пор природный механизм их образования непонятен. За несколько секунд такой вспышки высвобождается колоссальное количество энергии. Примерно столько наше Солнце выделило бы за 10 миллиардов лет. Первая задача — это исследование космических лучей сверхвысоких энергий. Проблема глобальная заключается в том, почему во Вселенной работают ускорители. Вот вы все хорошо знаете Большой Адронный Коллайдер. На него было потрачено огромное количество денег. А в природе частицы ускоряются до энергии на три порядка, превосходящие тех, которые достижимы на Большом Адронном Коллайдере, совершенно бесплатно. Еще одно неизвестное явление, которое будет исследовать Ломоносов, происходит буквально над головой. В верхних слоях атмосферы — голубые джеты и красные спрайты. Это яркие вспышки от электрических разрядов на больших высотах. Своеобразные молнии в ионосфере. Увидеть такое можно только из космоса, открытый недавно. По-видимому, это особый вид разрядов, не такой, как обычные молнии. Есть гипотеза, что молниевые разряды их провоцируют. Но здесь, еще раз подчеркну, полной ясности нет. Так называемые высотные молнии рождают гамма-излучение, которое опасно прежде всего для тех, кто летит в самолете. До старта Ломоносова остались месяцы. Космосу он отправится не один. Компанию-университетскому аппарату под обтекателем ракеты «Союз» составит еще один научный спутник — «АЭСТ». Разработка уже самарцев, ученых Аэрокосмического университета и Космического центра «Прогресс». Малый космический аппарат «АЭСТ» создается в ракетно-космическом центре «Прогресс». Высота рабочей орбиты — 580 километров. Срок планируемой эксплуатации — 3 года. В космосе у «АЭСТ» не такие глобальные задачи, как у Ломоносова, однако не менее важные. На спутнике установлены оптические приборы, способные делать ночные снимки и обнаруживать малые очаги пожаров. Для студентов «АЭСТ» станет учебным пособием, а для преподавателей и специалистов ракетно-космического центра «Прогресс» — инструментом исследований. Аппарат будет массой не более 500 килограмм, разрешением на уровне полутора метров. Это разрешение на местности. Орбита порядка 500 километров. И габариты очень небольшие. Он будет помещаться под любой обтекатель. У него достаточно большое количество энергетики. Самое главное, у него должна быть очень хорошая оптика. Оптика разработки Красногорского механического завода. А это, ребята, большие специалисты такого класса аппаратуре оптической. Символично, что именно Ломоносов, как и его исторический прототип, великий русский ученый Михаил Ломоносов, откроет новую страницу теперь уже науки космической. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова